Три минуты о загородной жизни Три минуты о загородной жизни. Надежда Севендяева. Сергей Магацкий. Сергей, вот такой у меня сразу вопрос. Я чувствую, женщин в этой комнате прибавилось. Это что за конкуренция? Что за мои соперницы? Ты про вот эти цветочки? Да. Ну, понятно, что ты у нас цветочек. Надь, это петунья. Петунью, во-первых, можно передержать после летнего сезона дома. Вы видите, что она вытянулась. Листики некоторые подсушились, потому что не успеваешь поливать, батареи. Ничего страшного, она отойдет, потому что ее можно отстричь весной и снова вывести на участок. Она снова будет нас радовать. Это первый момент. То, что этот цветок зимует в квартире. Но сегодня мы будем черенковать, потому что нам нужно новые растения к сезону. Мы взяли, естественно, горшочек. Мы взяли живую землю. Утрамбовали ее для того, чтобы она была поплотнее. Ну, а дальше, а дальше мы начинаем делать черенки. Ну, давай возьмем какую-нибудь длинную плеть. Допустим, вот эту. По правилам черенок должен иметь междоузлие, которое уйдет в землю, откуда появятся корни, и несколько листочков наверху. Ну, мне жалко вот такой красивый побег стричь, поэтому у меня есть уже здесь хвостик без листочков. Мы его под 45 градусов посадим, потому что все укоренения, все черенки укореняются под 45 градусов, как ни странно. Напомните, ты, какой целью мы это делаем? Для того, чтобы получить к весне много новых красивых растений с минимальными вложениями финансовыми и трудозатратами. Ну, что нам стоит взять несколько растений и укоренить? Зато весной мы уже будем уметь бесплатно, бесплатно, Надя! Это важно! Важно! Бесплатно много новых растений. Сергей, напомните мне, пожалуйста, чем петуния хороша в саду. Петуния хороша в саду тем, что она красавица. Она просто вот такой шапкой стоит все лето и цветет. И, чтобы она хорошо цвела, нужно обязательно выбирать от сечи, отрезать от сечи побеги. Тогда она будет еще более куститься, еще больше и лучше, и, соответственно, лучше цвести. Петунию любят все садоводы. А цветет как и цветет? Цветет, вот у меня фиолетовая, очень красивая. Все, мать моя, бери и поливай. Последний этап. Отправляем целлофановый пакет, создаем тепличные условия. Я думаю, что проветривать мы его будем. А, кстати, у меня вопрос всегда был не пытка, это и для растений целлофановый пакет. Как сделать так, чтобы они там дышали? Проветривать будем. Мы можем, конечно, сделать несколько надрезов, чтобы там конденсат не скапливался. Анчетной полезный совет от Сергея Богатского в рубрике «Три минуты о загородной жизни». В утренной Енисеи. Три минуты о загородной жизни.